Добрый день. В рабочий полдень в эфире своего ТВ программа за здоровье. Я Алексей Форсиков. Здравствуйте. И вот, что вас ждет сегодня в нашем выпуске. Сегодня поговорим о такой непростой теме, как суицидальное поведение и самоповреждение. Как в близком человеке понять то, что он встал на эту дорожку? Как его с этого пути отвернуть и о том, как убедить человека обратиться за помощью? А в перерыве рубрика «Совет врача». Суицид – это глобальная и трагическая проблема не только здравоохранения, но и всего общества. Образование, культура, система воспитания. Современные ритмы жизни и работы, по-видимому, приводят к тому, что в определенный момент человек решается на такое преступление. Преступление против своей собственной жизни. По статистике Всемирной организации здравоохранения, в среднем половина случаев насильственной смерти в мире приходится на самоубийство. И вообще, в частности, по данным ВОЗ, количество смертей от суицида постоянно увеличивается и приближается к миллиону в год. Представляете, цифры очень невеселые. Давайте понимать и разбираться в том, как эти цифры уменьшить. Наш год сегодня Олег Игоревич Боев, главный врач Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы. Добрый день. Добрый день, Алексей. Я напомню, друзья, что мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть близкие, знакомые, родственники, которые, не дай бог, в таком состоянии находятся, или вам кажется, что так, звоните нам в эфир, мы вам что-нибудь подскажем. Телефон Ставрополь, 333-020. Итак, Олег Игоревич, что такое суицидальное поведение и, как мы до программы говорили, суицидальные тенденции? Я люблю в этом во всем разбираться. Ну, тема такая, поэтому в ней точно нужно разбираться. В чем разница? Суицидальное поведение, оно начинается с периода, с этапа мыслей. Когда у человека формируются мысли о смерти. Ну, скажем так, для нас, для всех норма рассуждать о жизни и смерти. Это, в общем-то, всегда. Это есть темы и в искусстве, есть в литературе обязательно, жизни и смерти, безусловно, философия. Поэтому человек в этом живет. И раз мы живем, значит, возможно, что-то есть еще. Другой вопрос, когда тема рассуждения, она переходит в понимание, например, в следующий этап, когда смерть – это, ну, как минимум, так же хорошо, как и жизнь. Человек воспринимает для себя. Дальше он приходит к решению, что смерть все-таки – это лучше жизни. И он об этом может говорить, он об этом может убеждать других людей, соседей. Он буквально спонтанно, если увидел там сопутствующую тему или символы где-то в телевизоре, он может начать об этом говорить. Если тронул его разговор. И именно в диалоге он проявляет свою позицию. Пока это позиция на уровне мысли. Пока это позиция, которую он для себя как бы обосновывает сам для себя. Он ищет в этом подтверждение. Он идет по пути формирования, понимания, что не жизнь все-таки хороша, а смерть лучше жизни. Как говорили в фильме «Начало», нет ничего хуже, чем мысль, засевшая в голову. Да, самое главное все начинается с намерения, которое у нас есть. Какое-то сомнение или намерение, а потом зернышко начинает расти. Также в нашем сознании, в нашем мышлении растет зерно неверия и зерно убежденности, что вот существует путь смерти, и нужно по нему идти. И в какой-то момент, после того, как человек понимает это, приходит мысль, убеждение, не мысль, а убеждение, что однозначно смерть – это точно лучше, чем жить на этой земле. Но пока эти мысли он воспроизводит вовне, но еще не принимает относительно к своему существованию, то есть лично к своей личности, к себе. Он размышляет, но не принимает. И в какой-то момент он начинает идентифицировать себя с этой мыслью. И приходит к тому, что действительно для него эта смерть приемлема. Он принимает это возможное развитие ситуации. А потом появляется и желание развития, данное развитие какого-то самоповреждения для себя. Таким образом, это идет в этап развития. Вот в тот момент, когда появляется убеждение, и он для себя точно понимает и решает, что это будет у него так, появляются действия. Ну, действия, которые мы уже видим. Например, он ищет варианты, способы, изучает способы совершения. Он может искать варианты, обсуждать их, читать о них что-либо. Ну и дальше уже совсем, конечно, стадии крайние, когда принимается решение о том, что да как. И вот на всех этапах, на всех этапах можно с человеком вести диалог. И родственники, и близкие, по большому счету, это те люди, которые первые должны увидеть изменение настроения, изменение целей человека, изменение его, ну, как бы, и целей, и устремлений его внутренних. Если это, если, конечно, внимательные люди, да. А бывает так, что человек, который вот на эту дорогу уже встал, вот он, ну, не так спрошу. Какое типичное поведение для человека, который вот на эту, вот эта мысль у него уже не зерно, а уже раскидало? Как он себя ведет? Типичное, наверное, сложно сказать типичное, потому что такие мысли развиваются, они не у всех доходят до конца. Если начали, не у всех развиваются до конца, потому что существуют ситуации вокруг, которые провоцируют эти мысли. То есть, например, тяжелая какая-нибудь стрессовая ситуация, которая связана с потерей работы или с экономическим кризисом, который человек понимает, что у него он остается без ничего, и выполнять свои обязанности по отношению к семье ему очень трудно, но он выбирает не преодоление, а он выбирает, наоборот, исключить себя из жизни. Это как слабость? Вы знаете, отчасти можно назвать, конечно, этой слабостью, потому что бороться в этой жизни много неизвестного, да, человек принимает решение, я хочу преодолеть, у меня есть будущее, я хочу верить в это будущее, я буду достигать его. Там много неизвестного, что с тобой произойдет. Поэтому это нужно достаточная сила воли, духа и решительность для этого. С другой стороны, мы немножко касались раньше темы стереотипов. То есть, это привычки, как мы реагируем на одну или другую ситуацию. Да, вот как раз спрошу, какие стереотипы, что может привести на этот страшный путь? Ну да, стереотипы, видите, стрессов у нас хватает, непростых ситуаций социальных, экономических у нас, безусловно, хватает. И если даже государственная система устойчивая, экономическая, то мы внутри семьи, внутри двора, внутри друзей возникают разные ситуации, которые нас могут выбить из колеи. Они, конечно, потворствуют развитию мыслей. Но, безусловно, еще потворствуют внутренние, как бы эндогенные состояния, заболевания психические. Это небольшой процент совсем, я немножко позже могу сказать о статистике, но он существует. И да, люди с психическими расстройствами совершают попытки. Совершают попытки, и зачастую они заканчиваются летально, то есть смертельным исходом. А вернусь к стереотипам. Значит, это привычки. Привычки действовать. Например, когда мы едем за рулем, при трудной ситуации у нас автоматически может сработать нога, и мы нажмем на тормоз. Бусть это будет даже несколько излишне, но это будет некая привычка автоматической. Другой бросит руль и поднимет руки вверх, потому что очень там было страшно, и это почти рефлекторная реакция. Третий человек, он дернет рулем влево или вправо, таким образом попытается от чего-то уйти, причем не обязательно он попадет в какую сторону нужно дернуть руль, но это произойдет. То есть это некая такая привычка, выработанная по разным причинам. Вот в нашем поведении и психологии тоже есть привычки как-то думать. Например, привычка, некоторые люди во всех своих неудачах начинают винить других. Ну это вот какая-то устоявшаяся... Ему так удобно. Да, удобно, да, в общем-то да, он себя выгораживает в определенном смысле, да, видит других и не видит в себе никакой причины, невозможности для себя не видит, он вот решает. Все негодяи, все негодяи, я д'Артаньян, как говорится. Кто-то любит не просто винить, он любит осуждать другого человека, да, а кто-то видит, привык не замечать вообще проблемной ситуации. Вот как в сказке про трех поросят, да, там первые два поросенка, они же даже исключали из мысли, что может прибежать волк, и на них напасть и съесть. Ну, не исключали эту мысль. А третий нет, он понимал, что существует некая такая ситуация, ну и выстраивал другой механизм защиты, да, свои стереотипы. Так вот, принято в психологии, ну, ключевые, назову стереотипы, которые общеприняты, ну, например, всем известно, зависимый стереотип поведения. Человек попадает в зависимость разную, абсолютно совершенно разную, в самой известной алкогольной зависимости, может быть, безусловно, да, наркотическая зависимость. То есть он не может найти в себе силы ни психологические, ни физические, ни с помощью друзей, если она, конечно, есть, преодолеть трудную ситуацию жизненную. Какую трудную? Некий тупик эмоций, чувств, мыслей, перспектив, который у него в голове сначала сложился, а потом и в жизни. И он не может преодолеть, таким образом, уходит в отклоняющееся поведение. У подростков часто это может быть в отклоняющееся сначала поведение. Эпизодическое, очень редкое, потом чаще, потом формируется и психозависимость, и человек идет по этому пути. Естественно, формируется круг таких же людей или ситуации, и он уже в этом живет, это уже часть жизни. Другой вариант, например, криминальный или антисоциальный. То есть человек действует в экстремальной ситуации, нарушая нормы, от всего отказываясь, приступая к границе, не слушая никаких авторитетов. Это асоциальный. Он действует, наоборот, против общества. Он может пойти разбить окна, он может вступить вплоть до криминального своих каких-то действий. И вот эти все вещи в итоге могут как-то привести к... Давайте стервой определимся, к попытке, да? Это же называется у вас попытка, да, когда человек пытается... Ну, пытается, все начинается с попытки. Попытка может закончиться исходом летальным, то есть смертельным, а может остаться человек жить. Два варианта. Так вот, что чаще встречается, вот это вот предсуицидальное поведение или все-таки в случае, когда человек, ну, понимаете, делает попытку? Алексей, ну, буквально два слова про стереотипы. Я не сказал самые важные касательно нашей темы, стереотип поведения, это все-таки сам суицидальный. То есть в трудной ситуации человек опускает руки и думает, что все ничего, теряет в себя веру, теряет веру в будущее, высшие силы, в окружающих. Ничего у него вроде как не получается. И в итоге он привык винить, например, себя и постепенно это захватывает и уходит по пути суицидальных мыслей. То есть я не удачник, я там... Эти мысли чаще всего рядом находятся, чаще всего рядом. Но интересно, что есть люди, которые, в общем-то, объективно говорят, объективно говорят, что у меня, в общем-то, это все нормально, но я не чувствую себя в этой жизни. Я понимаю, что, в общем, я не хочу здесь быть и жить. Это тоже знак? Ну, безусловно, само по себе это уже крайняя степень. Ну, то есть это уже близко, это уже ряд осознанностей. Так вот, что чаще? Это поведение вот происходит. Конечная точка – это попытка. Конечно, чаще пытаются. Многие остаются жить. Многие остаются жить. Но из этой когорты – это для нас группа риска повторного совершения. Это раз. Да, это крайняя степень. Поэтому для нас очень важно выявить тех людей, которые совершают попытки, чтобы предложить им помощь. Какую-то помощь. Ведь мы не можем оставить их в стороне. Многие говорят, проблема в чем? Мы-то совершили попытку, но мы отказываемся от помощи. Нам не нужна. Ну, я случайно так произошло. Ну, выпил. Да врет, Джон. Врет, ну как случайно? Ну, с кем не бывает? Ну, в смысле? Такие ответы. И люди разными путями пытаются избежать. Но при этом они страдают внутри. Страдает их окружение. Окружение не может не чувствовать состояние, настрой этого человека. Вот почему говорят, что физические заболевания – это социально значимые заболевания. То есть общественно значимые заболевания. Это значит, его состояние здоровья серьезно влияет на окружение. Это не просто состояние боли в сердце, которое там касается человека. Ну, преимущественно. Это вот некое заболевание, которое особенно начинает влиять на других людей. И они включаются в его заболевание. Они рядом. Они тратят время на то, чтобы его успокоить, например. Побыть с ним рядом. Переключить его. Поддержать его. Сопереживать. Сочувствовать. И таким образом это время достаточно большое у окружающих людей. Это раз. А второе, они же могут, бывают, что и представляют некую угрозу. Ну, когда внешне человек нападает и проявляет агрессию, это понятна угроза среди пациентов с расстройствами. Ну, а если он проявляет агрессию не вовне, а на себя, как мы примем это угрозы для общества? И да, и нет. Ну, как? Если это член общества, это наш сосед. И вдруг он представляет, он хочет уйти из жизни и уходит из этой жизни. Для нас это стресс. Для окружающих это серьезный стресс. Пока человек живет, это болезненное состояние вокруг. Таким образом, оставлять его в беде, ну, никаким образом нельзя. И надо включаться. Для этого необходимо выявление и мониторинг этих людей. Далее для этого нужно создать такие условия, при которых они, в общем-то, согласны на оказание помощи. Психологической, медицинской помощи, социальной, смешанной помощи. Там разные варианты бывают. Ну, и двигаться дальше. Эти люди, как я понимаю, и родственники людей, которые на этой дороге сейчас, возможно, находятся, и сами, те, кто пытался, они боятся, да? Обращаться за помощью. И для этого, чтобы вы не боялись, наши коллеги из подниц психиатрической подготовили ролик на тему, почему люди боятся обращаться к психиатру и как им этого делать перестать. Давайте посмотрим. Субтитры подогнал «Симон» Надеюсь, стало немножко понятнее. Ну, Мэй, я поясню. Да, да, да. Я поясню ролик о чём. В чём недоступность психиатрической помощи, в чём преграда. Как раз-таки опасения перед психиатрами. И опасения по разным причинам. Опасения встретиться там с какими-то действительно с агрессивными или пациентами. Но ключевой момент всё-таки это общественное осуждение. Начну показывать пальцем и говорить ха-ха, ну вот ты теперь и приплыл. И это общественное осуждение, что ты обратился к психиатру с каким-то психическим недугом. Оно вызывает усмешку, оно вызывает недоверие, оно вызывает, ну, очень много чего. Это главный страх, да? Это ключевой. Мы с этим постоянно сталкиваемся. Ведь психическая болезнь – это не тяжёлые болезни, это не тяжёлые больные, их 10%. А 90% – это люди, которые, ну, 80% – это люди, которые работоспособны, успешны, они вокруг нас. Просто ему чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть плохо его просто. Ему нужно поддержать. Как парапрофилактика сердечно-сосудистой системы, как стоматолог, занимается профилактикой кариеса точно так же, когда он уже начался, этот кариес. Так точно так же и психическое состояние, когда он уже начинается, можно поддержать, можно подлечить. И это норма. Ведь человек состоит из чего? Ну, из чего состоит? У нас есть тело, и у нас есть дух. Возможно. Тело – это телесная составляющая, а духовная – это несколько иная часть. И чтобы тело, мы поддерживаем своё тело через пищу. Это к вопросу профилактики, кстати говоря, мы можем сейчас отнести, как заниматься профилактикой. Вот мы поддерживаем в хорошем состоянии своё тело пищей, водой, верно? Если мы перестаём есть или нам пищи недостаточно, тело слабеет. Если её вообще нет, через некоторое время умирает тело. Физика, да? Чуть эффективная. Если же мы, например, съедим токсических грибов, наше тело заболеет очень сильно, а в крайнем случае произойдёт отёк мозга, и тоже мы можем погибнуть. Потому что пища оказалась токсичной, вредной для организма. Теперь вторая составляющая – духовная. Бывают токсичные моменты для духа, да. Вопрос – как сохранить дух? Болезни тела нам понятны, а есть ли болезни духа? Они тоже существуют. И, безусловно, суицидальные направления и суицидальные мысли – это отчасти и слабость воли духа и болезненное состояние внутри души. Получается, какая пища? Профилактика в том, что, значит, чтобы мы не заболели, мы должны питаться качественной пищей, правильно приготовленной пищей. И, я думаю, об этом много говорят тоже, да? Здоровое питание, всё это сейчас замечательно. Плюс мы что, укрепляем своё тело физической нагрузкой? Мы понуждаем себя держать себя в тонусе. Что касается нашего ментального, духовного составляющего, там тоже существует пища. Это эмоции, это наши желания, мишенями являются, это наши мысли. И если информация, которая попадает к нам через уши, глаза, информацию, которую мы обрабатываем – это в итоге состояние, на которое мы должны обращать внимание. И если мы не научимся правильно потреблять эту пищу, ограничивать эту пищу, выбирать то, что нам нужно, выстраивать свои желания, исключительно ориентированные на жизнь, ну тогда мы свалимся совершенно в другую составляющую. Ведь точно не норма, когда человек хочет уйти из жизни. Вот это не норма. Вот это моя позиция. Кто угодно с этим согласится. Это на 200% не норма. Ну да. А если это не норма, ну тогда давайте думать, что же делать, что является нормой. Нормой – верить хорошо, когда ты веришь в себя, когда у тебя есть цели, когда у тебя есть в душе вера не только в себя, но и в окружение, в жизнь, в природу, в высшие силы. Когда у тебя есть надежда внутри, светлая. Когда у тебя есть далекая цель, а если эта цель за пределами жизни, как религии предлагают, тогда это вообще является еще мощнее внутренней стержнем твоим. Потому что если цели нет, когда цель приближена на 20 сантиметров и у тебя нет ничего дальше, то организм просто расслабляется, он не может мобилизоваться, ему не к чему стремиться. Что ему делать? Он садится от себя на диван и сидит. Начинает думать о теме нашей сегодняшней программы. Да, абсолютно верно. Друзья, давайте немножко прильемся в эту мысль, которую Олег Ильич нам сказал, сейчас в себе подумайте о том, что жить нужно с целью, с удовольствием и радостью. А в это время будет рубрика о телесных болезнях. Совет врача. Зовут меня Кривенко Евгений Владимирович, я врач сердечно-сосудистых хирург, отделение сосудистой хирургии, Краевой клинической больницы. О чем будем говорить сейчас? О тех заболеваниях, лечением которых занимается наше отделение. Ну, у них несколько, так сказать, терминов. Это заболевания органов кровообращения, заболевания сердечно-сосудистой системы и заболевания магистральных артерий и вен. Венозные заболевания, так называемые хронические заболевания вен, это варикозная болезнь, посттромботическая болезнь, тромбозы глубоких вен, тромбозы поверхностных вен. Кроме того, есть врожденные флебангиодисплазии, гемангиомы нижних конечностей, артериовенозные гемангиомы, много всяких факторов. Заболевания артерий – это очень серьезная проблема. В настоящее время это хронически облитерирующие заболевания, так называемый атеросклероз облитерирующий, облитерирующий тромбонгиид, болезнь рейн. Лечение у нас происходит фактически всех сосудистых бассейнов, верхних конечностей, нижних, аорты на всем ее протяжении, висцеральных артерий, сонных артерий, позвоночных артерий и, соответственно, вен, сопутствующих их. Мне необходимо отметить, что по статистике заболевания сердечно-сосудистой системы и в 20-м и 21-м веке находятся на первом месте по инвалидизации и смертности практически во всех странах мира. Поэтому необходимо обращать внимание на вот такие вот моменты, как если у вас появились проблемы во время ходьбы, то есть болевые ощущения в икроножных мышцах. Раньше вы могли пройти большое расстояние, сейчас прошли 500 метров, и как пациенты говорят, клиник, то есть судорожная боль в икроножных мышцах. Надо подумать о том, что, может быть, стоит обратиться к сосудистому хирургу. Если у вас мерзнут ноги, при этом мерзнут, они не спровоцированы, вы хорошо обуты, тепло, не холодно на улице, а у вас ощущение зябкости в пальцах, это, возможно, тоже проблема, связанная с сосудами. Ну, варикозная болезнь, это варикозные узлы, сосудистые звездочки, отеки, потемнение кожи, это тоже к нам. Кроме того, очень серьезная патология сонных артерий, связанная с нарушением в конечном итоге мозгового кровообращения, то есть так называемая острая ишемия головного мозга, инсульты ишемические, геморрагические, тоже связаны с поражением артерий. Лечением этой патологии также занимается наше отделение. Кроме того, ну, здесь, возможно, это немножко не в тему, острая патология. Фактически любая травма во время автоаварии, на производстве, бытовая, приводит к повреждению тех или иных артерий и вен. И если вовремя не оказать специализированную помощь, то, возможно, все. От большой кровопотери, геморрагического шока до инвалидизации, потери конечностей и гибели человека. И вот к чему я это говорю в данном случае. Если так сложилось, вы где-то дома, случайно, бывает, разбили стекло в двери, серьезно, и порезали руку глубоко, и у вас обильное венозное или артериальное кровообращение, то вам необходимо максимально скоро вызывать скорую и ехать в сосудистую хирургию, чтобы вам восстановили целостность сосуда. А для того, чтобы дождаться этой скорой, необходимо хотя бы определенные начальные знания по остановке кровотечения иметь. То есть, ну, сдавить, забинтовать туго, говорить о том, как правильно накладывается жгут, я здесь не буду, потому что это серьезная тема, и заниматься этим должны все-таки специалисты скорой. Но самое главное, любая острая патология сосудов требует... Не надо думать, необходимо тут же вызывать скорую, обращаться к доктору, ехать в больницу, и тогда все, что необходимо, специалисты сделать, спасут вашу конечность, а, возможно, и жизнь. То есть, необходимо знать, прежде всего, следующее. Любая патология хроническая или острая магистральных артерий вен крайне опасна для здоровья. Не надо с этим играть, обращайтесь к врачу. Лучше, как у нас говорят, перестараться, перебояться, чем нежели пустить на самотек эту патологию. Друзья, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Пожалуйста, звоните, если у вас есть вопросы по теме нашей сегодняшней программы. Она, кстати, там внизу у вас на экране. Телефон в Ставрополе, 333-020. Олег Игоревич, вот есть ли у вас, у медиков, такое понимание, знание информации о том, много ли таких людей, которые вот точно этот путь встали, да, и их возможно ли свернуть, или все уже? И что вы для этого делаете? Полной информации у нас нет, конечно, потому что все этапы, их проявить очень сложно. Мы сейчас сосредоточили усилия службы психиатрической на выявлении группы риска тех людей, которые уже совершили попытку, потому что из всех совершивших у нас было очень мало информации. Ну, я вам скажу так, что до момента создания системы выявления этих людей, выявления этих людей, у нас было количество в 10 раз меньше. Ну, грубо говоря, там было 60 человек, осталось 600 человек в год. То есть мы знаем, что совершаются какие-то действия. И следом, как только мы стали выявлять и наладили эту систему, мы сможем предлагать помощь и оказывать эту помощь. Более того, скажу, что в больнице сейчас из всех попыток, которые вот мы получаем по всему краю, около 60% получают эту помощь. Причем она связана с вариантами медикаментозного, то есть лечебными технологиями. В поликлинической части, диспансерной части, в дневных стационарах, которые существуют и активно работают, и люди пришли в этот дневной стационар, получили помощь, получили процедуры и ушли на работу. Или до работы пришли, или в перерыв вышли, или после работы получили. И таким образом, без отрыва от собственной деятельности, рабочие могут проходить курс лечения. Так вот, около 60%, 40% они остаются вне поля оказания этого воздействия, потому что в силу причин отказываются. И у нас пока не получается найти те мотивирующие слова, которые все-таки вовлекут. Но в системе мониторинга в этой всей, безусловно, сейчас присутствует компонент повышение мотивации людей ответственно относиться к своему здоровью. Ответственно – это значит не думать, что это завтра пройдет. Ответственно – это значит понимать, что твое состояние влияет на состояние окружающих на самом деле. Безусловно, детей, родителей, бабушек и всех остальных, друзей твоих. В этом ответственность и за себя, и в целом, в принципе, по большому счету за общество. Ну, поэтому выявление – раз, мониторинг. Второе – создание механизмов вовлечения в процесс реабилитационный, профилактический процесс. Ну и третье – непосредственно технологии профилактики. Они могут быть лечебные, медицинские, медикаментозные, а могут быть с участием психологов-психотерапевтов, психотерапевтические технологии. И перспектива развития именно данных технологий. Второй момент – это мы выявляем, как я сказал, группу рисков, группа риска, которая явная. Но есть те, которые не совершают попытки, но живут в другом диапазоне, о котором мы говорили в самом начале. Они живут с этими мыслями. И при этом это здесь тоже нарушается их поведение. Они тоже некомфортны, чувствуют себя, они тоже беспокойны. Качество жизни падает не только у них, но и у окружающих людей в семье. Ну и сам он тоже в больницу не пойдет, и родственники могут не понимать. Однозначно. И вот следующий проект, который мы сейчас готовим, это выявление через интернет и создание путей каналов, которые позволят людям обращаться через интернет, выявлять через интернет. Это хотя бы анонимно будет, чтобы не было этого социального страха? Да, безусловно. Первый этап – это, безусловно, анонимный этап. Кто захочет, проявит себя. Это само собой. Но уже у нас есть пилотные решения, и вы знаете, количество людей и еще в 10 раз увеличивается. Потому что далеко, я без иллюзий, мы не все выявляем, не все знаем. Но рост очень, даже не рост, а наличие людей, требующих оказания какой-либо помощи, достаточно высокое. То есть я правильно понимаю, что с внедрением этой системы цифра тех, кто ушел из жизни, стала уменьшаться. В 2017-м, да, это так, но в определенных проектах, не везде. Значит, мы сосредоточили свои усилия в 2017-м, начиная с 2017-й, 2018-й, 2019-й годах по информационной профилактике. То есть мы очень активно работали в школах с родителями, мы очень активно работали вообще в информационном пространстве с определенными смыслами. И в Ставрополе количество снизилось на 40%. По другим районам края такого не произошло. Потому что, ну, потому что там пресс информационной профилактики, он был ниже. Для нас это, мы подтвердили, по сути, опыт, который был в других странах по снижению, по профилактике вот этой активности суицидальной через смыслы, через работу с технологиями работы с родителями. Например, мы в школах сейчас предлагаем родителям поучаствовать в тренингах, которые научат несколько более продуктивно общаться со своими детьми. Там очень простые 3-4 правила, которые стоит соблюдать, и ваша коммуникация с ребенком поднимается на другой уровень. Для чего это важно? Чтобы он своевременно, когда ему очень тяжело, он смог прийти к вам и открыться. Чтобы он не ушел от вас и остался без, окончательно остался без помощи. Об этом вам на сайте наверняка написано. Я знаю, что ваша служба помощи больницы – одна из крутейших в стране. Давайте они максимально коротко, как вы этого добились и как она может помочь людям с таким поведением? Вы знаете, спасибо. Стараемся развиваться. Значит, у нас действительно сильные дневные стационары, оказание помощи амбулаторного звена. И технологии достаточно интенсивные оказания. Просто занимаемся развитием. И здесь много решений на самом деле. Организационных решений, медицинских решений. У нас подключается большое количество, кстати говоря, партнеров общественных организаций, которым небезразлична судьба вообще нашего края и города. Поэтому мы развиваем это добровольческое направление. Мы развиваем пациентские организации, общественные. То есть мы создаем информационное поле вокруг психиатрии, чтобы люди не боялись. Это же недоступно. А нам надо, чтобы люди к нам шли, тогда мы сможем раньше выявлять. Начнем раньше выявлять, профилактика будет на порядок выше. И человек сможет сохранить свою работу, семью и друзей. Поэтому технологии достаточно активно развиваются. Сейчас мы взаимодействуем с другими регионами, создавая единую систему выявления попыток и суицидов. У нас есть три региона, которые по нашему опыту идут следом. И у них уже первые результаты в апреле. Вот мы подводим итоги. Но мы все равно лучшие. Друзья, надеюсь, вы поняли из темы сегодняшней программы, из ответов нашего дорогого гостя, который просто максимально подробно все рассказал о том, как увидеть в своих близких суицидальное поведение, как с этой дороги их максимально эффективно столкнуть. Вывод такой. Если вы видите что-то подобное, не бойтесь обращаться к психиатру. Это не позорно и не страшно. Это была программа «За здоровье». Алексей Форсиков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова